Всем привет! Это Соболь, так называемый Наганна. Потому что на борту у него была и до сих пор есть это надпись. Многие говорили, что за дизайн, но мы тут не при делах. Ближе к теме. Этот Соболь был свапнут нами довольно-таки давно. По-моему, больше года назад. Поставлена V-образная восьмерка, о чем был сделан видеоролик, который, кстати, набрал очень много просмотров на ютубе. Всем спасибо, кто посмотрел. Машина по сей день эксплуатируется владельцем. Кое-какие изменения даже он внес. Тормоза изменил. Выхлоп переварил. Мы ему сделали тихий выхлоп. Он переварил на прямоточный. Сейчас он приехал на установку раздаточной коробкой передач от Тойоты Гранд Хейс. Собственно, что и было на месте. Установлена раздатка, переделан ее входной вал. Поскольку она здесь не интегрирована с автоматом, а стоит отдельно через промвал. Промвал изготовили шрусовой. На фото можно это все посмотреть. Раздатка закреплена на модернизированном подрамнике на базе штатного подрамника. Переделаны карданные валы. Они уже не имеют шлицевого соединения непосредственно в средней части кардана, а имеют шлицевое соединение в самой раздаточной коробке, что намного практичнее и удобнее. Как вы помните, по изначальному видеообзору при разгоне был как будто самолет на какой-то истребительный звук именно от раздатки. от ее валов, от ее шумных шестерен. Итак, проверяем ходовые качества автомобиля Соболь. Сейчас вот потихоньку катаемся по городу, но даже не потихоньку. Машина располагает вполне по нормальной динамике. Омрачает, конечно, шум трансмиссии. Раньше его владелец не слышал, поскольку был шум 46 штатного мотора карбюраторного коробки. Ему казалось, что нет уж никаких шумов, но на самом деле шумы есть. Соответственно, сейчас довольно-таки тихо, все равно как бы шумность сохраняется, поскольку большие колеса на машине стоят, но от раздатки уже шумов мы никаких не слышим. Развернулись, сейчас едем в 80. Вполне комфортно. Ну вот, про выхлоп я говорил, что мне не понравилось, что, ну, может, владелец получает какое-то удовольствие, я почему-то нет. Ну, плюс, естественно, сами понимаете, в Соболе остается передний мост с его архаичной конструкцией. Не забываем то, что в нем газовцы вместо шрусов поставили крестовины, что при развороте дает о себе знать. Конечно, по-хорошему ставить передний мост от какой-нибудь иномарки, от той же, там, Тойота, какого-нибудь там 105-го крузака, брать неразрезной мост. Но для того, чтобы его поставить, нужно провести достаточно большую инженерную работу, как и по установке, так и по рулевому управлению. Скорее всего, придется переделывать рулевую сушку. Сами понимаете, ее просто так вырезать из дерева не получится, то есть, или просто сварить из, там, первопоповавшегося металла. Потому что это все-таки достаточно ответственная вещь. Так что, в целом, задача, поставленная и владельцем, и тем, кому не безразлично. То есть, многие писали, когда мы поставим раздатку, просили снять видео. Мы справились с этой работой. Надеемся, что будет радовать и дальше этот автомобиль своего владельца. До новых встреч! Продолжение следует...